Здравствуйте, уважаемые тельцы! Приветствую вас на своем канале Общий астрологический прогноз на декабрь 2019 года. Прошу вас обратить внимание на то, что это не пророчество и не приговор, это прогноз, то есть то, что идет до знания. А что будет, знаете только вы, потому что вы собственный творец вашей Вселенной, вы сотворец реальности и творите ее прекрасной. 2 декабря Епитер в Козероге в вашем Девятом Доме. Чудесное время, чтобы заводить друзей, отправляться в дальние путешествия, начинать учиться, чтобы становиться представительным, властным, властьимущим, чтобы открыть в себе способности учить других людей, лечить или давать какие-то другие важные, практические, но в то же время высокие, философские, религиозные, духовные, нравственные знания. Также это период второго шанса для вас. Этот второй шанс может открыться как возможность переехать за границу, либо вступить второй раз в брак, в какие-то иные отношения, может быть, даже деловые. Наладить отношения со всем миром, это мир для вас, который дружествен, он будет открываться вам, как такой. Вы можете обнаружить, что все друзья и люди будут к вам более открытыми, что ли, и вы будете к ним более открыты, подходить к взаимодействию. Можете изучить другой язык, другую культуру, другую религию, может быть, даже поменяете религию или наконец-то войдете в какую-то религию, если вы до того были атеистом. Может быть, у вас откроется целый годовой период вот всего того, что я описывала вам только что, потому что Юпитер будет в Казироге целый год, и у меня есть об этом отдельное видео, можете его посмотреть. 9 декабря в знак Сдиака Стрелец заходит Меркурий. Здесь поступление денег. Могут приходить деньги от других людей. Можете вы взять кредит или ипотеку, или вопросы наследства. Иные вопросы, связанные с налогами, сборами, а также документами, имеющие ценность, такими как акции, могут встать на повестку дня уже с 9 декабря. Если вы хотите провести хирургическое вмешательство в свое тело, то в целом, в общем и в целом, начинается благоприятный период. Однако лучше ничего не делать в своем физическом мире 12 декабря. То есть в общем и в целом с 9 декабря благоприятный период, но именно 12 декабря – это полнолуние. На полнолуние осуществляются приливы. Луна притягивает все жидкости, в том числе те, что в человеке. Поэтому лучше не проводите операции в районе полнолуния, именно хирургических. Ну и в целом, конечно, полнолуние 12 декабря может знаменоваться для вас каким-то приливом, поэтому, возможно, повышенная эмоциональность, но в то же самое время. И так как полнолуние в вашем втором денежном доме – это может быть прилив денег, приход денег. Возможно, действительно, многие из вас получат на руки какую-то сумму уже из 9 декабря. А большинство из вас все-таки, думаю, в районе 12 декабря. Это банально. От зарплаты, от получения зарплаты до того, что премия, 13-я зарплата, может быть, у кого-то, или муж, например, ваш, или жена ваша, или ребенок ваш подарят вам какую-то сумму денег на что-то. В то же самое время, возможно, 12 декабря будет тем самым днем, когда ваш кошелек опустеет по причине того, что вы потратитесь на новогодние подарки, к примеру. 12, а точнее, 16 декабря Херон, планетоид, двойственности, становится директным в вашем 12 доме. может быть, вы заинтересуетесь сразу какими-то двумя скрытыми течениями и направлениями в вашей жизни. Например, у вас появится тайный поклонник, или тайный друг, или какой-то фолловер, который будет вас преследовать в соцсетях. А может быть, вы будете заниматься сразу двумя делами, как-то, например, работая, заниматься своим хобби и монетизировать его. Или кто-то из вас будет совмещать способности мага, эзотерика, изучая, к примеру, астрологию, и в то же время достаточно реальные, так сказать, овеществленные науки. К примеру, водить автомобиль будете учиться или что-то вот в этом роде, то есть что-то делать непосредственно руками. 20 декабря Венера в Водолее. Для вас, дорогие мои тельцы, это возможность продвинуться в карьере, по работе или влюбиться там, то есть либо дела романтические, либо дела рабочие освещены Венерой. Соответственно, и любовь может прийти к вам на работе в виде человека, и деньги могут прийти к вам по работе, на работе, которые вы будете больше любить, то есть повышение зарплаты возможно, а может быть просто условия рабочие ваши улучшатся в разы. 22 декабря день зимнего солнцестояния. Это очень важный день, открытие сезона нового года, это начало зимы природной в северном полушарии и лета природного в южном полушарии. У меня есть уже об этом отдельное видео, посмотрите его, пожалуйста, вместе с другими интересными видео, которые вы увидите, ссылочки на которые вы увидите по завершении данной видеозаписи. Ну, а сейчас скажу вам, дорогие мои тельцы, что солнце в вашем девятом доме поддерживает тенденции всего иностранного, иногороднего, запредельного, зазеркального, я бы даже сказала, духовного, нравственного, морального, юридического, правового. можете издать статью свою, научный труд свой, распечатать сборник своих стихотворений, выиграть в суде, помириться с представителями другого поколения, к примеру, с мамой или папой вашего супруга или супруги, если до того у вас не ладилось, выйти второй раз замуж, именно второй раз, здесь идет по девятому дому второй брак, либо брак с иностранцем или человеком другой религии, другой национальности, другой цвет кожи, это возможность расшириться во всех смыслах и значениях этого слова, в том числе приобретя новую должность, новый статус, новые возможности, кто-то из вас отправится в командировку, большинство из вас захотят контактировать с иностранцами, вот как-то это случится само собой, и может быть коллега появится иностранец или клиент иностранец, если у вас и так уже, если вы и так уже полностью во всем иностранном, то расцвет всех этих тенденций и течений, а 26 декабря будет солнечное затмение в этом же самом вашем доме всего иностранного, какое-то очень важное событие, насыщенное энергетикой, мощно насыщенное энергетикой, возможно, в районе 26 декабря, это событие под тем же самым сфером, которые я вам перечислила, по всему иностранному, иному, инопланетному, иногороднему, в зависимости от того, насколько вы позволяете себе расширяться в масштабах. И 29 декабря сюда же еще и Меркурий дойдет, поэтому возможно заключение договоренностей письменных, не только устных, но и письменных. К примеру, если до того вы поедете за границу в поисках работы и, например, испытательный срок у вас начнется, то к 29 декабря подпишите трудовой договор. Либо, если вы в отношениях с иностранцем, то 29 декабря у вас свадьба, возможно. Может быть, до того вы переписывались с каким-то человеком за рубежом, хотели, к примеру, приехать в гости к подруге, то 29 декабря Новый год вы приедете к ней в гости. В любом случае что-то важное может произойти в самом конце месяца, дорогие мои тельцы. Посмотрите, пожалуйста, видео, которые вы сейчас видите на своем экране, ссылочки, на которые вы видите на своем экране, и будьте счастливы, желаю вам прекрасных, новогодних, чудесных и только доброчудесных праздников. Всего доброго! Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова